Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. Сегодня в фестивале Манны мы поговорим о том, когда Бог сражается за тебя сверхъестественно. Мы вспомним о некоторых войнах в Израиле, потом поговорим о практических аспектах наших духовных войн, о том, как Бог воюет в них. Я нахожусь в Дгане. Дгане — это первый кибуц в Израиле. Его назвали матерью кибуцов. Они распространились 70 лет назад. Мы помним о том, что после ужасов Холокоста он разделила Палестину и открыла евреям доступ к Палестине. 14 и 15 мая 1948 года Давид Бен-Гурион объявил декларацию о независимости или восстановлении Израиля. Название «Израиль» иудеи использовали в древние времена. Господь дал его патриарху Иакову, переменив его имя на Израиль. Итак, это имя означает «Божий князь» или «Тот, кто боролся с Богом». Вступительная часть этого выпуска имеет прямое отношение к французскому танку, который стоит за моей спиной. В 1948 году произошло следующее событие. Евреи построили стены и поставили ворота для защиты вокруг этого кибуца, который был восстановлен. Это первый кибуц по эту сторону Иордана, где были евреи. Сирия приняла решение о вторжении сюда и уничтожении этого кибуца. Таким образом, сирийские военные силы отправили множество танков и солдат в этот участок государства. В те годы кибуц был маленьким, в нем жили люди разных возрастов. Дело в том, что молодежь кибуца уже отправили за его пределы, в нем остались пожилые мужчины. У них был только этот французский танк. Они оставили ворота открытыми. Примечательно то, что храбрый человек, который направил свой танк на сирийцев, был одним из тех, кто выжил в лагере «Холокост». Они оставили ворота открытыми. Ранее здесь не было банановых деревьев и другой растительности. Когда сирийцы увидели открытые ворота, они направили танки на этот кибуц. Неожиданно кто-то метнул ручную гранату в тот танк, который направил сирийц против израильского кибуца, и она взорвалась. Когда это произошло, сирийцы уже знали, что ворота не заперты. Они пытались понять, в чем же здесь подвох. Они нервничали. Когда тот злополучный танк взорвался, противники решили, что это ловушка, и все сирийские танки повернули назад, на родину, через голландские высоты. Вот так был спасен самый первый кибуц в Израиле. Мы называем это сверхъестественным чудом. Другие называют это удачей. Те, кто верят в Писание, в Библию, знают, что Бог — это Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака, Иакова и Измаила, который является потомком Авраама. Этот Бог совершает сверхъестественное. В Священной Библии говорится о сражениях, которые можно охарактеризовать только как сверхъестественное событие. Такими сражениями и битвами руководили ангелы Бога или сам Господь Бог через силу Святого Духа. Во время съемок передачи фестиваля Манны я постоянно вспоминаю одно сражение. В нем воевали Гидеон и его армия. У Гидеона было 35 тысяч человек в долине, которая передо мной. Огромная армия мадионитиан пришла в Израиль. Они напали на страну. Они собирались уничтожить города и взять добычу. В большинстве случаев они забирали женщин и девочек и уводили в рабство, надругались и оскверняли. Это ужасное время. Бог дал им Гидеона. Нас интересует Гидеон по одной важной причине. В начале этой истории мы читаем его обращение к Богу. «Ты избрал меня, но я принадлежу к наименьшему племени». Бог избрал Саула царем. Он был из племени Вениамина, которое было самым маленьким. Вначале Господь сказал Израилю, «Сперва ты будешь маленьким, а потом я размножу тебя». Друзья, обязательно запомните первый принцип духовной битвы. Враг нападет на вас не потому, что вы известны, но есть и неизвестные люди. Можно мыслить, как Гидеон, и думать о себе, как о незначительном человеке. «Дьявол все равно нападет на вас, потому что вы сотворены по образу Господа». Вы — это вечная душа. Вы будете с Богом в небесах или будете отделены от Бога и будете в огненном озере. Враг охотится на всех людей, ведь он хочет исказить и уничтожить Божий образ. «Господь Бог сотворил людей, а не ангелов, по своему образу и подобию». Бог избрал Гидеона из маленького племени. Итак, Гидеон жалуется, говоря о своей незначительной семье. Почему Бог принес победу через человека, чья семья так неприметна? Мы оправдываемся, как он. «Если бы я был из правильной семьи, то Бог совершил бы свои дела через меня». Вспомните о том, что легендарный Гидеон несколько раз не имел обеспечения. Он думал, что у него не хватает ресурсов, чтобы выиграть битву. Гидеон сказал, что он из малого племени, из очень маленькой семьи, и что у него мало ресурсов. Сколько раз вы вели духовную битву и говорили Богу такие оправдания? «Бог, я проиграю, потому что я никто. Я проиграю, потому что у меня нет нужных для этого людей и связей. Я не сделаю это, потому что у меня нет денег стать миссионером. У меня нет денег начать церковь. Господи, у меня нет денег отправиться в поездку». Однако вспомните случай с Гидеоном. Мудрый Создатель заранее знал исход битвы. По сути дела, Господь сократил армию Гидеона с 35 тысяч воинов до 300 солдат. 300 солдат одержали победу над многотысячной армией противника. Разве это возможно? Я скажу об этом так. Бог решил исход битвы, используя заблуждение. Каким образом? Люди Гидеона взяли шафары. Они взяли глиняные кувшины и поставили туда масляные лампы. Неожиданно. В ту роковую ночь все мадионитяне переположились. Ночью Господь Бог велел Гидеону и его воинам затрубить в шафары, разбить кувшины и держать светильники в руках. Спящие солдаты неприятеля услышали звук шафаров. Они увидели свет со всех сторон. Они подумали, что армия врага наступает на них. Было темно, поэтому они повернулись друг к другу и начали убивать своих. Они подумали, что пришел враг, но они не знали, кого убивали. Господь выиграл эту битву, использовав силу и мудрость, и солдаты армии мадионитян не поняли, что же произошло в ту ночь на самом деле. К сожалению, у меня нет времени рассказать все чудесные истории. Я имею в виду истории, когда Бог вмешивался в битвы. Одна из битв связана с именем Джорджа Вашингтона. Давным-давно была написана хорошая книга «Неубиваемый Джордж Вашингтон». Я расскажу вам ее сюжет. Однажды, много лет назад, Вашингтон вступил в бой с войсками Великобритании. Англичане попали в Джорджа Вашингтона. Много лет спустя у президента Вашингтона сохранился камзол, который он надел в бой. В камзоле были дыры от пуль. Люди спрашивали его, как вам удалось выжиться. Одним из самых значимых индийских вождей в эпоху будущего президента Вашингтона рассказал британцам, вы не убьете его, потому что великий дух защищает его. С Вашингтона упала ременная пряжка, потому что туда попала пуля, когда он был на коне. Эту пряжку с инициалами Вашингтона нашли много лет спустя на том месте, где когда-то состоялся бой. Однажды президента Джорджа Вашингтона спросили о том, как ему удалось уцелеть в сражениях и битвах. Я жив благодаря молитвам мамы. Мама сказала мне, что Божие проведение со мной и что Бог защитит меня. Бог защищал меня через ее молитвы. Мой дядя Луис участвовал в военной кампании в Лиме. Мой отец нес служение пастора в Бристоле, штат Вирджиния. А дядя Луис только что женился на Пэтси Макнат и жил там же. Дядя улетел воевать во Вьетнам, его призвали. У меня есть старая домашняя съемка со сценой, когда дядя садится на самолет в Бристоле, штат Вирджиния. В том городе есть Кингспорт, Бристоль. Я был маленьким, помню, как он прощался. Я расскажу об удивительном случае, который произошел с дядей. Дядя улетел воевать во Вьетнам. Он улетел вместе с 800 солдатами. Если я не ошибаюсь, то папа говорил, что с войны вернулось 70. Папа лежал в постели. Он был пастором церкви в Бристоле, штат Вирджиния, много лет назад. Мой отец увидел свет в окне, и он подумал, что кто-то едет по шоссе. Дух Святой сказал папе, я покажу тебе кое-что. Я помню это. Бог дал папе видение. Он был где-то над Вьетнамом. Папа увидел змей с винтовками на них. Они ползли к морякам. Эти моряки занимались окопом. Неожиданно в том месте начался пожар, и моряки попадали на землю. Господь сказал моему папе, Фред, послушай, жизнь твоего брата Луиса окажется в опасности. Ходатайствуй за него. Папа молился. После ходатайственной молитвы он взял лист бумаги и записал, и нарисовал то, что он увидел. Он отправил его письмом, и дядя получил это послание. Дядя хранил письмо в кармане. Однажды он и ребята копали окоп во Вьетнаме. Деревья и старая кривая стена, которые дядя видел перед собой, были нарисованы отцом в письме. Пока моряки рыли окоп, дозорный нес свою службу. Мой дядя лег навзничь на дно окопа, и тут неприятели начали обстрел наших американских солдат. Дозорный был убит. Когда это случилось, дядя стоял за дозорным. Послушайте меня, дамы и господа. Смотрите, мой дядя Луис Стоун спасся дважды, потому что мой отец молился за него. Бог дал ему сверхъестественное предупреждение в форме видения. Папа нарисовал это видение. Он отправил его дяде в письме. Если я отыщу копию этого письма, то я покажу его вам в одном из наших выпусков. Мой дядя отправил письмо отцу, когда он нес службу во Вьетнаме. Он спросил, «Фред, как тебе удалось такое сделать?» Он рассказал ему историю об убитом дозорном. Итак, дядя вернулся из Вьетнама. Позже он пострадал из-за распыленного дефолианта. Он вернулся благодаря брату-служителю, который знал, как молиться и общаться с Господом. Я хочу сказать, что бывают моменты, когда мы ведем духовную войну, или когда наших родственников призывают на войну в такие страны, как Афганистан, Пакистан, Ирак или в другие страны, где идут боевые действия. Мы благословлены, ведь мы видим наших солдат живыми. Я проходил курс по подводному плаванию. Меня тренировал бывший спецназовец. Никому не пожелаю такого тренера. Он окунал меня в воду, поворачивал вверх тормашками и снимал с меня маску, чтобы я надел ее. Я учился этому на Красном море и получил сертификат. Мы познакомились с морскими котиками. У нас есть много очень красивых медалей под названием «Испытания». Моряки и представители секретной службы – это чудесные ребята, которые любят наше служение. Послушайте меня, как нам выжить в духовной битве. Пожалуйста, просите людей молиться за вас. У меня возникло желание донести слово знания от Господа кому-то из наших зрителей. Нередко целесные боли приходят в нашу судьбу. Возможно, это рак или другой недуг, который быстро сокращает жизнь людей. Люди говорят, да, я заболел такой болезнью, но я не хочу, чтобы кто-то узнал об этом. Послушайте меня. Если бы я заболел каким-нибудь серьезным заболеванием или попал в серьезную проблему или трудность, то я попросил бы всех молиться и ходатайствовать за меня. Я бы просил их молиться, поэтому прими решение, сколько тебе жить здесь. Итак, Святой Дух дал мне следующее слово знания. Такое было несколько раз. Нас смотрит человек, которому врач рассказал диагноз, и что эта болезнь сократит вашу жизнь. Языкия был царем Иудеи, и Исаия пришел к нему со словом от Бога. Пророк сказал, «Сделай завещание для дома своего, ибо ты умрешь». Мы считаем, что если Бог дает слово, то он утвердит и исполнит его. Это так, но есть кое-что еще. Бог сказал Аврааму, «Приведи сына на гору Мария и принеси его в жертву». Когда Авраам положил Исаака на алтарь, ангел остановил его. Бог никогда не позволил бы убить его. Просто он испытывал своего друга Авраама. Потому что однажды Бог отправил своего сына на гору Мария в жертву за людей. Если человек согласился на это, то Бог тем более. Дело в том, что Авраам мог поспорить с ангелом и сказать, «Ты только что велел мне принести сына в жертву, положив на алтарь. Я должен это сделать, ведь ты не передумаешь». Но он услышал Бога. Это было испытание. И Зикия сделал нечто необычное. Исаия уходил из дворца, и Зикия повернулся лицом к стене и начал молиться. «Я был в Иерусалиме много раз, и я знаю, как все устроено. На территории, где находился Зикия, руины храма сохранились до наших дней. Дворец царя стоял на высоком холме, откуда он видел храм. Когда он повернулся к стене, то он смотрел в сторону храма. Соломон просил иудеев молиться, повернувшись в сторону храма. Когда царь начал молиться и ходатайствовать, Исаия выходил из двора, но Бог велел ему вернуться к царю и сказать ему, «Я даю тебе еще 15 лет жизни для служения мне». Когда Иезикия повернулся лицом к стене, он молился в сторону храма. Он смиренно призвал имя Бога. Иезикия не каялся за беззаконие, потому что он был хорошим царем. Иезикия уничтожил медного змея, которому евреи поклонялись 900 лет. Эта история есть в Библии. Он организовал пробуждение и уничтожил алтари бесам. Он был хорошим царем, но он приближался к Богу не только через добрые дела. Он повернулся к храму, который был рядом. Праведный царь Иезикия очистил храм и сделал его непорочным местом поклонения. Бог вспомнил о его делах, но Исайя сказал, что Бог продлит его жизнь на 15 лет, только когда он воззвал к Богу. Сейчас я обращаюсь к тому телезрителю, которому доктор диагностировал рак. У меня есть слово знания. Я ощущаю силу Бога. Вы можете принять этот диагноз, ведь вы верующие. Можно уйти к Господу, ведь врачи сказали вам, что вы умрете. Но если вы еще не нянчились с внуком и хотите продолжать общаться с детьми и пожить на земле, то повернитесь к Богу. Повернитесь к Господу. Призовите Его имя. Скажите Ему, «Господи Боже, забери у меня то, что мешает мне, и позволь приблизиться к Тебе. Я хочу пожить еще. Дай мне пожить еще, как пожил Иезикия. Дай мне время, как Ты дал людям в Библии». Потом попросите у Бога следующее. Господь Бог прогнал целую армию сирийцев с помощью одного танка. Бог задействовал лишь 300 солдат Гидеона, чтобы чудесным образом поразить модианитян. Господь потопил армию фараонов в Красном море, когда Моисей поднял руку и протянул ее над морем. Господь Бог дал мысль пастушку взять камушек, заправить им прощу и раскроить череп огромному великану. Он отрубил ему голову и одержал победу. Тот же самый Господь Бог сверхъестественно действует в вашей ситуации. Он уничтожит раковые клетки. Он усилит здоровые клетки в вашем теле и победит заболевания в вашем теле. Мой покойный отец, пастор Фред Стоун, проводил собрание исцеления. Когда я сопровождал его, я запомнил, что 16 человек были больны раком. Отец молился по пятой главе Иакова. Тогда Иисус Христос творил исцеление и чудотворение через Отца. Бог исцелил их. У женщины с багом была опухоль. Папа пришел в больницу, он молился за нее. Она пришла в церковь на Абока, и Бог исцелил ее. Мы с ним видели чудеса в своем служении. Послушайте меня, несмотря на ваше горе, не нужно отчаиваться. Возможно, у вас нехватка денег и нет работы. Возможно, вы сражаетесь с какой-то болезнью. Возможно, ваши дети взмунтовались против Господа, и вы не знаете, что делать, и вы сильно переживаете за них. Пожалуйста, начните смотреть на всемогущего Бога, как на Отца. Думайте о Нем, как о верном Отце, который заботится о вас. Мы сравниваем Бога с нашим родным Отцом. Он, возможно, родной Отец не был верен вам в отличие от Небесного. Как бы земной Отец не любил своих детей и внуков, он не сравнится с Небесным Отцом, который заботится и любит вас. Сейчас вы говорите, что вы жили всю жизнь в грехе и в беззаконии, и вы пожинаете то, что сеяли. Отец молился за мужчину, курившего всю жизнь. Он сказал, «У меня рак горла». Отец смог бы сказать ему, «Не обижайся на меня, но ты пожинаешь то, что ты сеял. Почему ты не бросил курить тогда?» Папа помолился. Этот человек поступал немудро всю жизнь, но у него есть семья. Исцели этого человека от рака. Я услышал, как папа молился об этом. Он попросил того беднягу сходить попить воды. Курильщик выпил воды, а потом пришел к своему врачу. Так этот мужчина и выздоровел. Примите любовь, заботу, сострадание и милость Отца. Поблагодарите Бога за Его заботу о вас. И не думайте, что Он не сможет простить вас. Кровь Христа смывает любой грех. Помните о ней и придите к Богу. Он исцелит вас. Когда Христос говорил, твои грехи прощены, то при этом Он исцелял. Итак, Иаков сказал в пятой главе своего послания. Если вы молитесь и человек исцеляется, то Господь прощает грехи. Доверьтесь Богу. Зовите Его. И верьте в сверхъестественного Бога. Потому что именно этот Бог исцелит вас. Сверхъестественное исцеление это победа нашего Бога. У меня есть предложение. Приобретайте диски, чтобы мы продолжили вещание. Я скоро вернусь к вам. Наше специальное предложение очень важное. Сейчас книга «Откровение» или «Апокалипсисом» интересуется столько людей, как никогда ранее. Люди говорят, а есть ли это в книге «Откровение»? Есть ли там вирусы, землетрясения, саранча? Является ли все это частью последнего времени, о котором говорили проповедники? И ответ на это – да. У меня в руках сборник из семи DVD. Не просто дисков, а DVD, на которых находятся таблицы, карты, писания и подробности. Это исследование книги «Откровение» от первой главы и до «Аминь» 22 главы. Вот название некоторых DVD. «Код апокалипсиса» и «Небесный храм», «Небесный тронный зал», «Священство и начало скорби», «Два свидетеля», «Бема», «Дракон и царство зверя», вот еще один «Исламский антихрист», «Лжепророк» и «Империя зверя». Еще один DVD называется «Загадочная метка три шестерки». «Загадочная женщина и тайна Вавилон». Вот чудесный диск. «Тысячелетний кот», «Тысячелет правления Христа царя». Еще один диск называется «Когда сатана будет связан, а небеса спустятся на землю». Мне понадобилось несколько лет, чтобы подготовить все это, исследовать греческие слова, исторические моменты и учения первых отцов. Вы получаете учение библейской школы на DVD. Я хочу, чтобы вы получили код апокалипсиса по особой цене. Не забывайте, что это 7 DVD и 15 часов учения. Он доступен вам по цене в 75 долларов. Вы получите набор в чудесной коробке. Кроме того, вы получите дополнительный DVD. В итоге у вас будет 8 DVD. Вы можете зайти на наш сайт, позвонить по номеру, который видите на экране, или написать мне на почтовый адрес, который также на экране. У этого предложения есть номер, и вы должны написать его, чтобы мы знали, что именно вы заказываете. Опять же, мы высылаем этот набор за пожертвование в размере 75 долларов или больше. Мы используем эти деньги только на служение. Вы многое узнаете. Будьте готовы. Здравствуйте, меня зовут Аманда Стоун. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрели этот выпуск фестиваля Манны. Надеюсь, что это послание благословило и ободрило вас, а также укрепило вхождение с Господом. Я хочу напомнить вам о предложении, которое вы только что видели. Мы предлагаем вам курс по книге «Откровения». Это масштабный курс по этой книге. Это чудесный ресурс для того, чтобы лучше понять Слово Божье в хождении с ним. Вы можете заказать его как для себя, так и для своих родных или друзей. Это чудесный подарок, который поможет вам лучше понять Слово Божье. Я также хочу сказать вам, что папа поедет в Израиль в ноябре. Это удивительное путешествие. Я ездила с ним несколько раз. Нет ничего лучше того, чем находиться вместе, где происходили все те истории, о которых мы читаем в Библии. Я ходила там, где ходил Иисус и видела то, о чем слышала всю свою жизнь. Я советую вам зайти на наш сайт и узнать больше об этой поездке, чтобы поехать с нами. Это изменит ваши отношения с Господом и то, как вы читаете Библию. Прежде чем закончить, я хочу поделиться с вами местом Писания. Мы слышали его много раз, но оно не теряет свои силы. Это слова Иисуса, сказанные ученикам в Евангелии от Иоанна в 13 главе, 35 стих. Он говорит, «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Я хочу, чтобы сегодня все мы вспомнили о том, что эта заповедь была дана не только для учеников тогда. Эта заповедь актуальна для Церкви и тела Христова сегодня. Иисус сказал, что величайшая заповедь звучит так. «Люби Господа Бога всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя». Любовь – это сильная вещь, и благодаря нашей любви к окружающим люди поймут, что мы – его ученики. Наш мир нуждается в любви и свете. Я молюсь о том, чтобы мы, Церковь, тело Христова, любили так, чтобы тьма и мир не затмевали нашу любовь, и она осветила в этом мире». Вот почему я хочу ободрить вас и сказать вам, где бы вы ни были и что бы вы ни делали, в магазине, в дороге, в ресторан, любите тех, кто окружает вас. Делайте им добро, чтобы они знали, что мы – последователи Иисуса. Я верю, что наше проявление любви либо побудет людей больше познавать Господа, либо отвернет их от Него. Я видела, как многие люди отворачивались от Бога из-за того, что христиане не представляли сердце Отца. Я призываю вас любить по-настоящему, как их любит Иисус, быть руками и ногами Иисуса в нашем мире. Надеюсь, что сегодняшнее учение ободрило вас. Я молюсь, чтобы Бог благословил вас и вашу семью. Знайте, Господь с вами, Он за вас, Он борется за вас. Спасибо, что были с нами. Будьте обильно благословенны. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы больше узнать, а также зарегистрироваться заранее. Субтитры сделал DimaTorzok